Сельский час, совещание под таким названием проходит уже в третий раз, и теперь оно было выездным. Сотрудники профильного отдела администрации городского округа провели его в головном отделении Щелковского колледжа. Замминистра сельского хозяйства Подмосковья Вячеслав Леонов рассказал о действующих в регионе мерах господдержки сельхозпроизводителей. Естественно, один из главных вопросов для фермера – возможность приобрести или арендовать, причем по приемлемым ценам, землю, необходимую для работы. Региональное правительство и муниципалитеты будут в этом помогать. Это является важнейшим направлением деятельности властных структур, отметил замминистра. Мы провели инвентаризацию сельхозземель всей Московской области, в том числе земель на территории городского округа. И мы сейчас активно предлагаем фермерам взять бесхозные земли, земли так называемые неразганиченные государственные собственности, в обработку и помочь нам выполнить поручение губернатора о вводе всех земель в оборот до 2021 года. Фактически большую часть сейчас неиспользуемых земель вставляет им неразганиченные собственные. Эти земли неразганиченные государственные собственности. Поэтому мы выполняем тот самый лозунг «Землю крестьянам». Сельское хозяйство, отрасль которой, как никакая другая, зависит от возможности быстрого и эффективного получения и использования заемных финансовых средств, а также, что особенно важно на начальном этапе развития хозяйств, от оформления государственных субсидий и грантов. Продолжаем меры грантовской поддержки. В том году мы раздали порядка 400 миллионов рублей. Сегодня также мы обсуждали условия. В конце мая будет проведен конкурс, по которому фермеры могут получить на развитие своих предприятий от 3 до 40 миллионов рублей. Там разные есть конкурсы, семейные фермы, начинающие фермеры. Все фермеры Щелковского района прекрасно знают эту программу. Сегодня уточняли некие нюансы. Сельский час для фермеров – это еще и возможность показать, какую продовольственную продукцию они предлагают оптовикам, что поставляют в магазины. Наш грибной комплекс в Подмосковье находится в Щелковском районе, в деревне Долгая Ледова. Мы занимаемся выращиванием свежегрибов, шампиньонов уже порядка пяти лет. На нашей ферме работает около ста сотрудников. Хочется, конечно, развиваться. На месте мы стоять точно не будем. У нас крупный рогатый скот – это коровки, молочные направления. Производим мы молоко и всю молочную продукцию. С продукцией, расставленной на столах, с интересом знакомились и учащиеся колледжа. И для них это непраздное любопытство. Среди них есть те, кто выбрал для себя сельскохозяйственную специальность. Изначально наш колледж – это школа механизации. 70 лет назад мы начинали именно с этого. И до сих пор мы продолжаем свои традиции. И сейчас у нас есть кадры, есть специалисты, которые ведут подготовку механизаторов по профессиям и специальностям. И, конечно, мы являемся еще и ресурсным центром Московской области. И мы имеем выходы на другие образовательные организации. И можем не только у себя готовить кадры, но и привлекать кадры из других образовательных организаций нашей области. Сельский час в своем выездном варианте будет иметь продолжение. Следующие планируют провести в одном из больших и успешных хозяйств. Туда пригласили и начинающих фермеров для обучения и обмена опытом. План на этот год по району нам был поставлен 200 скотомест, так называемых. Да, мы его перевыполнили. Это без экофарминга. То есть те фермеры, которые находятся на территории района, они чувствуют поддержку, в том числе и администрация чувствует поддержку, и Министерство сельского хозяйства. Поэтому они получают гранты, получают субсидии, покупают головы новые крупного рогатого скота. Они расширяют свое производство, соответственно. Участники сельского часа на своем заседании обсудили также методы борьбы с борщевиком Сосновского. Помимо этого, перед сельхозпроизводителями была поставлена задача произвести до наступления жаркого летнего времени противопожарную опашку полей. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».